библия говорит алексей лисич хороший вопрос задают на слушатель но прежде я хочу попросить вас дорогие подпишитесь на наш канал если вы еще не подписаны и поставьте лайк это помогает боже истине распространяться еще шире вопрос такой каких грехах грешишь против церкви а каких только перед богом кража в продуктовом магазине и соблазн для другого это против церкви и нужно ли в нем исповедоваться если ты его уже оставил и перед богом покаялся очень жду ответ спасибо за программу библия говорит хороший вопрос действительности и здесь как и во многих ситуациях происходит незаметное смешение двух понятий когда мы говорим о грехе то грех он в каком-то смысле любой грех он связан не только с самим человеком но он связан и с богом который спас этого человека и он конечно же связан с церковью с телом христовым потому что любое грешные действия любого христианина она приносит какой-то вред всему телу христовому с христова на отягощает тело христова на замедляет духовный рост она оказывает негативное влияние даже это самое скрытое или самое незаметное самое малозначущее действие если она греховная то но конечно же оказывает негативное влияние на на всю церковь вот но то что она оказывает негативное влияние на церковь это не то же самое как грех против кого-то теперь давай посмотрим на то какие грехи перед кем нужно исповедовать мы кажется уже говорили на эту тему своих выпусках раньше слово исповедание его значение заключается базовое значение это согласие с фактом согласие с чем-то когда мы говорим о том что мы исповедуем грех перед богом это значит что мы исповедуем и соглашаемся с его оценкой своего поступка с тем что этот поступок плохой что этот пласту поступок нечестивый что он не соответствует истине он не соответствует тому что есть благо и поэтому когда мы соглашаемся с вот в этом с богом выражаем сердечное признание этого согласия это и есть исповедание то есть исповедание это не то что ты просто озвучил свой грех из можно озвучить свой грех но не исповедать его вот почему когда мы говорим об исповедании то очень важно понимать сущность исповедания потом становится ясно перед кем исповедуется грех но во первых каждый грех исповедуется перед богом потому что бог имеет против тебя в каждой конкретной ситуации то есть у бога есть претензия к тебе потому что ты сделал что-то что нарушает его волю его право на то чтобы ты жил в соответствии с его волей и ты таким образом обязан для того чтобы твоя жизнь могла иметь гармоничные отношения с ним ты обязан признать свою неправоту перед ним причем признать не только словами или здесь более важно даже не столько словами сколько в глубине сердца согласиться с тем что я не прав в этом случае теперь когда мы говорим о грехах в которые вовлечены другие люди вот здесь очень важный элемент что мы исповедуем или признаем свою неправоту перед теми против кого это сделано и вот здесь вот эта разница в понятиях что не все грехи которые порочат церкви церковь сделаны против нее все грехи в какой-то степени порочат церковь все грехи в какой-то степени откладывать негативный отпечаток на церковь по причине того что один из ее членов делает что-то неправильно как я уже сказал даже самые незаметные общее духовное состояние церкви проседает ослабевает по причине того что кто-то поступает не неправильно не так как господь говорит но это не значит что ты этим согрешил против церкви ты согрешил если он говорит что украл у кого-то что-то украл вот если ты у кого-то что-то украл то вот здесь твои исповедания и вовлекает того человека против кого ты согрешил магазин данном случае в данном случае магазин или же какой-то человек который ты ввел соблазн или твоя жена и твои дети причем здесь очень важный вопрос в том что ты осознаешь свою неправоту и ты даешь знать другому человеку что я понимаю что я здесь был неправ и я хочу это исправить вот исповедание она это не означает что ты сразу наладишь отношения исповедание говорит о том что ты перед богом понял что-то неправ и ты готов признать перед другим человеком что ты здесь был неправ это не гарантирует что этот человек сразу это примет твое исповедание что он сразу изменит свои отношения к тебе и так далее это уже второй вопрос это следующий шаг и за это мы не ответственны мне ответственность за то что происходит с людьми которые были обижены нами как-то или мы против них сделали что-то неправильно наша ответственность перед богом и перед человеком опять-таки исповедание то есть признание факта я здесь был неправ я в этом сожалею и я хочу исправить то что я сделал вот если действовать по таким принципам то все остальное станет на свои места спасибо алексей алексеевич друзья дорогие спасибо вам что были сегодня с нами на сегодня все храни вас господь руб и Продолжение следует...